Пришло время пахать, поэтому давайте поговорим на эту актуальную тему. Какой же мотоблок или культиватор выбрать для вас? Ну, выбор здесь достаточно прост, на первый взгляд. Большой участок, значит, мотоблок. Если участок небольшой, то культиватор. Но всегда есть маленькая изюминка в каждом вопросе. Техника Нева, мотоблоки вам уже знакома. Вот они, большие, мощные, красавцы. Хотелось поговорить о еще одной модели. Это мотоблок Пахарь называется. Мощность у него такая же, как у Невы. 6 лошадиных сил, двигатель Робин Субару. Единственное отличие. У этого мотоблока вместо 4 скоростей вперед 2 скорости и всего 1 скорость назад. И у него нет дифференциала для того, чтобы легко развернуться. Но ему это и не нужно, потому что мотоблок, во-первых, легче. И он достаточно маневренный. Все навесное оборудование, которое подходит к Неве, можно подсоединить и к этому мотоблоку. И еще одна новиночка, которая появилась у нас. Это картофель сажалка. Вот она выглядит так. Бункер. Насыпаются 2 ведра картошки. Цепляется за мотоблок. Уровень регулируется за счет вращения колес. У нас передвигается конвейер, который подхватывает картошку и бросает вниз. Особенность. Впереди имеется плужочек, который рыхлит землю. Падает картошка. И сзади имеются 2 диска, которые ее закапывают. То есть посадка ускоряется в несколько раз. Теперь перейдем к культиваторам Нева. Вот эти вот две машины. В принципе, редукторная часть одинаковая. МК-105. Но у них стоят разные двигатели. Здесь двигатель Робин Субару. Здесь двигатель Хонда. Это так называемая мини-Нева. То есть на эту технику можно поставить плуг. Можно поставить грунтозацепы. При необходимости, поставив пневмоколеса, можно подцепить небольшую телевочку. То есть это мини-Нева. Единственное, она не может косить и не может убирать снег. И еще одна интересная модель, только для дачников. Это мото-культиватор Нева 75. Двигатель Робин Субару с реверсом 3,5 лошади мощность у нее. Но она для небольших, для дачных участков просто незаменимая машинка. И еще у нас есть одна новиночка. Многие спрашивают, нам нужен электрический культиватор. Но электрокультиватор тоже проблематичен в чем? На даче не всегда есть правильное напряжение. Поэтому вышла другая модель. Аккумуляторный культиватор. Вес его 32 кг. Ширина захвата 60 см. Вот аккумулятор Турбо-1000, который устанавливается на культиватор. Очень легко защелкивается. Теперь его общий вес 32 кг. Достаточная мощность. И он легко может обрабатывать почву. Этот культиватор предназначен для работы на обработанной почве. То есть для дач. Достоинства его какие? Он легко разбирается, снимается аккумулятор. Плюс ручки сворачиваются. Вот в таком маленьком компактном виде его можно сложить в машину. Работайте с энтузиазмом!